итак добрый день вышла на балкон пока душу свежим воздухом и решила записать коротенький комментарий и по поводу обстановочки кратко и по поводу вчерашнего видео и комментариев это был шквал комментария вообще под всеми видео съемками которые я выкладывала итак по поводу обстановки все как и было стабильно плюс минус в 11 часов начинается что-то пару раз вчера было слышно сначала написали взрывы потом сказали работать наши военные но в итоге был где-то прилет так что вот так из негативного сегодня первый раз за долгое время днем где-то был взрыв или где-то было слышно по официальным утверждениям сказали что это было где-то на окраине в индустриальном районе в промышленной зоне ни жертв ни повреждений нет как-то так тревог сейчас меньше он дети гуляют люди гуляют на улице людей много как-то так ну и теперь к самому интересному по поводу вчерашнего видео была масса комментариев часть из которых я удалила я это не скрываю потому что я сразу просит пожалуйста люди которые находятся в россии или которые пророссийско настроены не надо мне писать в комментариях что харьков это россия харьков будет россией и так далее что здесь много нацистов все это будет удаляться я харьковчанка харьковьянка народилася в украине зростала в украине тому выбачьте відповідно таке ставлення у мене до цієї ситуации так вот апогей всего что было написано это то что я не простая девушка живущая в харькове я являюсь слушайте люди которые меня знают американским шпионом который обладает достаточно большим количеством информации поскольку простые люди не могут знать того то что я говорю что я не такая дурнушка и простушка как могу показаться на первый взгляд муж говорит скажи что ты не только американский еще и китайский шпион или еще какой-то шпион ну все кто меня знают понимают этот бред да ну а кто это пишет вас богатая фантазия и так далее и и остальные комментарии по поводу того что ваша экономика скоро рухнет вы все умрете откуда вы такая наивная откуда вы такая дурная никто вам помогать не будет и так далее во-первых внимательно слушайте видео вчера было сказано я прочитала аналитическую статью которая собрала мнение разных экспертов по поводу восстановления украинской экономики соответственно я пересказала то что читала сжато простым доступным языком и посыпалась о чечне о грозном что я милю кто нам будет помогать чтобы мы вообще уже не живем осуществуем и так далее по поводу чечне я не буду комментировать это новый вызовет шквал новых негативных эмоций скажу только то что кому интересно возьмите сами и почитайте в том же интернете аналитические показатели и разную статистику не только о том как выглядит город республика о том сколько там построила как там весело и хорошо о том сколько рабочих мест сколько компании открыто сколько инвестиционного капитала привлечено сколько людей выехала сколько там молодежи какая безработица сколько это республика дает государству и сколько она получает в качестве финансирования ну и за что она это может получать все я для интереса вчера почитала как там на самом деле я не могу говорить это вот только правда я там не была я там не живу я могу говорить о харькове об украине да потому что я здесь живу второй момент очень много было споров вернее кто кто вам даст тут гранта вы что наивный вас вам дадут деньги только на то чтобы вы сравняли украину землей ну и прицепились за слово грант что имелось ввиду я просто поясню что гранты дают не только страны например страна германия она конечно не даст нам грант огромный для восстановления всей украины беспроцентный но например какой-то частный инвестор крупная компания международного уровня может дать какие-то деньги для восстановления например какого-то университета в харькове или для восстановления все образовательной сфер в обмен на то что этот институт будет лучшие кадры предоставлять например для этой компании вот как то так то есть есть частные гранты есть частное сотрудничество не надо вот прямо упираться в одно слово по поводу кредитов но я прекрасно понимаю я не наивно мне написали девочка живет в своем мире итак там будет фрагменте где садился телефон на извините так вот в общем хочется сказать люди откуда вы такие все злые сколько негативных комментариев честно хочется верить что половина из них ботов я понимаю что половина из них реально ботов но вторая половина которая пишет эти комментарии но не тратьте свои силы я буду их удалять можете отписаться если вы подписались на то чтобы просто выразить свою позицию по поводу вот этой войны и так далее не надо тратить свою силу будьте добрее нам и там и так всем здесь сложно не просто и так мы все находимся в эмоционально нестабильном состоянии если вы в другой стране у вас другая политическая позиция ради бога я же здесь не высказываю свою политическую позицию подписывайтесь не пишите все если у вас где-то спокойно у вас все хорошо дай бог слава богу у нас здесь не так все хорошо и не так все спокойно так что пожалуйста всем спокойствие внутренней какой-то гармонии нежелание свою злость и свои какие-то нереализованные амбиции высказывать в комментариях ютуба так что вот так и далее там будет фрагмент миленькой кошечки которая передает вам привет у нас тут завелся красивый животный до красивый пушистый он чей-то конечно это кошечка такая ласковая ласковая да это пошла посмотрите на эту красоту пушистую не в кадр она не очень хочет привет вам передает всем особенно тем кто такие злые пишут негативные комментарии и так в харькове хватает негативных эмоций неужели что-то плохое надо обязательно написать трудно хорошее написать да